Здравствуйте, друзья! Лампочка на лице не горела. Я боролся с ним весь концерт. Он так и бровью не повел. И каково было мое удивление, когда он заходит за кулисы в гримерную, становится напротив меня, смотрит долго, не мигая. Я говорю, ну что, ну вот что? Он говорит, ничего, Геннадий, я ваш страшный фанат, без автографа не уйду. Я говорю, вы юрничаете? Вы за весь концерт ни разу не улыбнулись? Он говорит, что вы? Я весь концерт хохотал внутренним хохотом. Представляете, весь зал придет таких внутренних хохотунов. А вот с женщинами, там другая история. Недавно у меня на концерте женщина хохотала громче всего в зале. Правда, поперек всех. Вот все отсмеялись, тишина, я что-то рассказываю на одна. И так раз десять. Я говорю, женщина, ну приятно, что вы смеетесь. Ну немножко не вовремя. Геннадий, извините, не обращайте внимания, я сижу свое, вспоминаю просто. Моя миниатюра будет на тему того, что меня в последнее время улыбнуло. Да и улыбает. Я смотрю в соцсетях такой условный мини-сериал, в котором молодой парень лет 17-18 ходит по улицам города, неважно какого, с камерой и микрофоном. И задает вопросы молодежи и подросткам. Старшеклассникам, выпускникам школ на тему общего кругозора и школьных предметов. Отловил одного шкалера. Говорит, ты свободен сегодня? Он говорит, да, я свободен по жизни. Чего надо? Ответь сразу на вопрос, не думая. Как звали отца Александра Сергеевича Пушкина? Ну нифига себе, когда это было? Кто помнит вообще-то? Ты чего лепишь такие вопросы? Два века назад. Думая, что спрашиваешь, тот говорит, ты внимательно вопрос послушай. Как звали отца Александра Сергеевича Пушкина? Варианты ответов есть? Это называется привет ЕГЭ, да? Тот говорит, ну есть. Сергей, Ганнибал, Курмамбек и Виталик. Тот говорит, ну всяко, не Курмамбек, а не Виталик. Ганнибал. Уверен, уверен, что же я в школе не учился? Девчуля такая фланирует по улице. Модная, все. Он ее отловил, говорит, могла бы ответить сразу на вопрос, не думая. Она, давай. Можешь назвать, не думая, самое теплое атлантическое течение? Гольстринги. Одно дело, когда так отвечают на улице, другое дело, когда так отвечают на экзаменах. Девочка учится на врача-ветеринара, вытащила билет, ее потряхивает в легкую, она так нервничает. Профессор говорит, ну зря волнуйтесь, ну хороший же билет. Ну, внутреннее строение свиньи. Она говорит, ну это вам ха-ха-хороший. Там у этой свиньи внутри столько напутано, такое свинство. Профессор, я учила. Ну, намекнитесь, чего начать с простенького. А дальше я разгонюсь. Намекнитесь с простенького. Ну, намекиваю. Начните со слепой кишки. Она говорит, да ладно. У нее что, есть кишки зрячие? Одно дело, когда так отвечают на улице, да, на экзаменах. Вот, но у меня закралось подозрение, что это подсадные, может для шоу, да, артисты. И я решил провести эксперимент на живом человеке, сосед со второго подъезда, Леня, 17 лет. Я говорю, Лень, ответил бы на несколько вопросов. Он говорит, для вас, Геннадий Анатольевич, любой каприз. Я говорю, кто такой Дзержинский? Он говорит, с нашего района. Я говорю, не-не, исторический персонаж. Дзержинский. Дзержинский, Дзержинский, сейчас. Дзержинский, Дзержинский. Это что-то с оружием связано. Я говорю, а точнее, уж не он ли автомат Калашникова придумал? Я говорю, Лень, пока мимо. Кто такой Шварценеггер? Он говорит, ну это я знаю, это либо терминатор, либо губернатор. Я говорю, ну это ближе. Жюль Верн. Он говорит, жареные грыбы в чашечках. Мы ходили в ресторан, батя говорит официанту, четыре Жюль Верна на всю семью давай тащи. Я говорю, погони не. Он говорит, несъедобные грыбы. Я говорю, какие знаешь океаны? Он говорит, а он шо, не один? Я говорю, нет. Ну вы начните, а я подтянусь. Я говорю, ну подтягивайся. Тихий он, громкий. Я говорю, индийский он, чай. Я говорю, ладно. Какие планеты знаешь? Он с этим проще, планеты. Планеты, какие я знаю, это, значит, первая из планет мне известных. Я говорю, конкретнее он. Луна. Я говорю, ну допустим, еще он Луну. Луну я называл, да? Я говорю, да. Так, Луна. Ма-ма-ма. Марс? Я говорю, с ума сошел. Марс это шоколадный батончик. Говорит, лоханулся, что-то не подумал. Конечно, Марс, Сникерс, батоны, шоколадные. Да, Марс, Сникерс. В общем, пока только Луна. Я говорю, Лень, а как ты думаешь, Луна крутится вокруг Солнца? Или Солнце крутится вокруг Луны? Он говорит, Геннадий Анатольевич, сейчас такие времена, что как может, так и крутится. Я говорю, а что такое абзац? Он говорит, удивление. Я говорю, а сильное удивление? Полный абзац. Я говорю, Леня, у меня от тебя полный абзац. Он говорит, Геннадий Анатольевич, вы меня извините, у меня что, голова мусорное ведро, нафига мне все это знать, что вы спрашиваете? Если мне что-то надо знать конкретно, я загуглю, выгуглю, отгуглю и буду знать. Я говорю, понял тебя. Последний вопрос, иди домой. Кто эти люди? Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Пушкин, Лермонтов. Так поэты? Я говорю, уверен. Да, все шестерва. Я написал такой комментарий. У поэтов судьба непростая. Думал Леха по кличке Гнедой. Хорошо, что я книг не читаю, потому я всегда молодой. Но прежде, чем уйти домой, он говорит, а я этот листик с вопросами могу забрать? Я говорю, тебе зачем? Надо. Я говорю, ну бери, встречаемся через пару-тройку дней. Он говорит, Геннадий Анатольевич, я в шокусе. Я говорю, что случилось? Моя бабуля, ей 72, я загадал ей все эти ваши вопросы, все загадал, и она не гуглять. Ответила на все правильно с первого раза. Я говорю, ба, в чем фишка? Говорю, в чем секрет? Никакого секрета внучек нет. Просто я училась в обычной советской школе. Со старым Новым годом, друзья! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ